МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы – ювелирно-торговая фирма «Алмаз». Добрый день! Это ток-шоу «Вам слово» и ее ведущие Алена Рябова и Александр Воронин. И сегодня мы обсуждаем платную и бесплатную медицину. Амурское здравоохранение сегодня участвует в пяти федеральных программах. Только за один прошлый год в эту сферу было выделено из бюджета полтора миллиарда рублей. Это федеральный бюджет, не считая еще областных денег. В ближайшее время российское правительство планирует вложить еще в три раза больше. Почему же, несмотря на все старания государства, мы по-прежнему не доверяем бесплатной медицине и при первой же возможности бежим к платному врачу? И так ли это на самом деле, узнаем сегодня. Наша сегодняшняя первая героиня имела в жизни такой опыт общения с врачами, что больше в поликлинику не ногой. Теперь она ходит только в платные больницы. Наши первые гости – Марина Москалюк. Встречаем. Здравствуйте, Марина. Присаживайтесь, где вам удобно. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Что у вас произошло с заработниками здравоохранения? Это было достаточно давно, лет 7 или 8 назад. По врачам я в принципе не ходила, а с большой температурой меня по скорой доставили в поликлинику. Я взяла талончик к врачу, отстояла очередь на сдачу крови. Я зашла, медсестра меня спросила, давайте ваш талончик. Я ей показываю, она говорит, не, этот к врачу, нужен еще второй на кровь. Я с температурой говорю, можно вы мне возьмете кровь, я потом опять отстаю в очередь в регистратуру, чтобы не стоять еще раз к вам повторно. Она так неэмоционально пошла вон, выйдите вон отсюда. Я говорю, ну девушка, ну поймите, я с температурой, неужели нельзя на такую простую процедуру так пойти? То есть вам прям вот так и сказали? Да, она сказала, я вам сказала, пошла вон. Ну я девушка упорная, решила не сдаваться, все-таки села на стул, говорю, ну возьмите вы кровь. Она встала, ну у меня грудью к двери, и не то чтобы она меня там ударила сильно, но она меня толкнула с такой силой, что я своим телом открыла дверь, вылетела в коридор и там же упала. Она причем закрыла дверь, ну и пошла дальше заниматься своими делами. Я пошла, ну заведующая около часа я прождала. Заведующая, если бы заведующая просто извинилась, сказала, ну извините, ну вот такое произошло. Но она повела себя, она начала переходить в атаку, защищая свою сотрудницу, говоря, да вы знаете, у нас район КПП, поликлиника, у нашего сотрудника столько людей за день, вы должны ее понять. Я говорю, ну она же врач, она мне поправила, она не врач, она не врач, она медсестра. В итоге, когда уже, я говорю, я об этом как-то сообщу, оповещу там общественность, тогда врач сказала, хорошо, эта женщина будет наказана. Вас это устроит? Ну устроит. Ну и с тех пор, конечно, я не ходила. А какое наказание понесла медсестра? Вы не знаете? Ну нет, не знаю. Ну как там, где будет объявлен выговор, возможно. Ну произошло это на самом деле или нет, я естественно не знаю. Я думаю, что врачам будет что сказать по этому поводу, поэтому я приглашаю в студию нашу очередную гостью. Сразу скажу, что она с Мариной не знакома, но ежедневно встречается с десятками пациентов в поликлинике в своей. У нас в гостях зам главного врача третьей поликлиники Благовещенска Ольга Тимошенко. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Петровна. Ну, противоположность, я не знаю, можно. Ольга Петровна, ну вот вы слышали историю. Я врач с 30-летним стажем. Плохих людей среди врачей я встречала очень мало. А вот задерганных, загруженных всеми теми непосильными обязанностями, которыми сейчас нагружен врач, я встречаю каждый день. Конечно, я очень сочувствую данной пациентке. И мне очень стыдно, что такие случаи у нас бывают. А каким образом вы наказываете? Как мы наказываем таких пациентов? Пациентов, врачей. Извините, ради бога, конечно, врачей. Как мы их уже наказали, эту пациентку, конечно, врачей. Но прежде всего сейчас врачи у нас получают стимулирующие выплаты, которые гарантируют государство. Прежде всего врач лишается этих выплат. Врачей ругаете, но не увольняете, потому что их нет. Я скажу вам, по какой причине, если вы еще мне даете время. Я хочу сказать так. Врач обязан в считанные минуты решить множество проблем. И я не просто говорю «считанные минуты». Каждый, кто был у нас на приеме, знает, что у него есть талончик, а рядом с ним сидит пациент, у которого через 12 минут время приема врача. У нас время приема врача от 12 до 20 минут. И в эти минуты врач должен решить множество проблем. Диагностики, лечения, экспертные проблемы. На все про все от 12 до 20 минут. То есть врачебный труд, он непосредственно не отключается ни на минуту мыслительный процесс. И вот я начинаю говорить о враче уже как о каком-то киборге, как о каком-то биороботе. Что вот нужно решить, вот алгоритм поиска, вот алгоритм поиска оптимального лечения, вот алгоритм поиска оптимального обследования пациента. А перед нами сидит живой человек. Но в любом случае это как бы пациенту безразлично. Я про что и говорю, а пациент страдать не должен. Поэтому я еще говорю, что врач очень загружен, и он рад бы сделать что-то большее. Но мы очень жестко ограничены временными рамками. Ольга Петровна, но я знаю, что в платных клиниках тоже прием не намного дольше, а иногда и тоже по 20 минут длится, потому что они стремятся принять как можно больше пациентов в день. Но тем не менее к ним там совершенно другое отношение. Вы знаете, я не хочу сказать, что в нашей бесплатной медицине огульно плохое отношение к пациентам. Есть очень добрые, теплые и доверительные отношения пациентов со своим лечащим врачом. Безусловно. А есть и вот такие, как у Марины. А есть и такие, как у Марины. Поэтому вот в этой ситуации, я еще раз говорю, мы постоянно поднимаем вопросы этики и донтологии, постоянно воспитываем своих врачей, постоянно требуем от них чего-то. Будем надеяться, что это поможет. А у нас в студии очередной гость. Именно, наверное, он расскажет нам о том, что сегодня делает Амурское ЗАГСобрание, что сегодня пытается сделать власть для того, чтобы изменить ситуацию. Мы предоставляем слово депутату ЗАГСобрания Амурской области, человеку, который всю свою жизнь посвятил медицине, известному врачу-онкологу Ольге Викторовне Лысенко. Здравствуйте. Вы к своей коллеге присаживайтесь, пожалуйста. Ольга Викторовна, почему такие ситуации у нас происходят, как вот нам сейчас рассказала Марина? Ни в одном коллективе государственных учреждений здравоохранения с этим просто так не мирятся. Эти случаи обсуждаются. Они являются предметом лечебно-контрольных комиссий. И думаю, что любой специалист, который позволил себе такое, он всегда несет наказание. Но вот вы знаете, вы сегодня затрагиваете очень серьезный аспект. И мне бы хотелось, чтобы население было ориентировано не на дифференцировку, что там, где платят деньги, лучшая и доступная качественная медицинская услуга. Сегодня опыт российского здравоохранения, мирового здравоохранения показывает то, что, к сожалению, там, где платно, не всегда качественно. И авторитетно скажу, что сегодня врач, работающий в государственной системе, он несет гораздо больший круг ответственности. И юридической, в том числе, за оказываемую и доступную качественную медицинскую услугу. Секундочку. Давайте тогда, если мы заговорим об этом, спросим у Марины. Вы встречались когда-нибудь в платных клиниках с каким-то негативным отношением к вам? Негативным нет. Я хочу сказать, тут вопрос вообще, в принципе-то, не в этике. Мне по большому счету, без разницы, без такого, конечно, рукоприкладства, если врач ко мне относится как-то, грубо говоря, не сюсюкается, мне все равно. Если он профессионал, мне совершенно без разницы, где он в платной или в бесплатной. Тут вопрос к другому. Я выбираю, допустим, платный центр. Почему? Потому что нету очередей туда-туда-туда-туда. Плюс оборудование, допустим. Ну, если уже брать по мелочам, вот как это называется, кровь сдавать. Забор, она не закроет. Да. Какой вот в бесплатной, да, вот эта вот булавка, иголка и какой в частном центре. Справедливая претензия. Я не соглашусь, потому что сегодня у нас, вот особенно последние три года, если мы пять лет с вами назад посмотрим, компьютерная томография, это был единичный аппарат и недоступный для многих. Конечно, те 2-3 специалиста, которые работали, имея определенную лучевую нагрузку, не могли охватить всех желающих. Но, с другой стороны, сегодня мы видим, как переоснастились наши государственные лечебно-профилактические учреждения. Вот Марина говорит о заборе анализа крови в отношении новых созданных объектов. Посмотрите, в перинатальном центре у нас сегодня, пожалуйста, дорогие женщины, приходите, вплоть до генетической услуги и диагностики врожденных вариантов и аномалий развития ребенка на бесплатном уровне. Вы можете все получить, но, тем не менее, больные идут по кругу через частные центры, имея группу риска, и попадают потом в тяжелом состоянии в государственные лечебно-профилактические учреждения. Все-таки, когда тяжело, приходят в государственные учреждения. Вы знаете, это связано вот еще с чем. В Амурской области частное здравоохранение, к сожалению, имеет вот такой кусочный характер. Ну, позволю себе такое слово. Частники забрали только платные и очень маленькие диагностические услуги. Ведь нет замкнутого цикла диагностика, лечения, реабилитация пациента. Все это сегодня идет в системе только государственных лечебно-профилактических учреждений. И поэтому, наверное, все-таки говоря о системе здравоохранения Амурской области, отстаивала, отстаиваю и буду отстаивать систему государственного здравоохранения, потому что оно закрепляет конституционные права граждан. Ольга Викторовна, с вами соглашусь, все это хорошо видим, слышим, читаем. Оборудование новое закупается, большие деньги вкладываются. Очереди. Когда уйдут очереди? Это самая большая головная боль, наверное, для пациентов. Вы знаете, я думаю, что очереди существуют больше в униципальных наших центральных районных больничках. Потому что, вы знаете, особенностью нашей территории является огромное ее пространство. Очень слабая сеть и инфраструктура дорог. То есть люди издалека очень тяжело и дорого, скажем честно, добираются до областных лечебно-профилактических учреждений. Поэтому, наверное, сегодня говорить об очередях в наших поликлиниках можно и нужно. И думаю, что уважаемая аудитория это знает. Хотя вот эти два года введение электронной регистратуры, расширение объема работы участковых врачей. Все-таки это позволило несколько снизить напряжение и вот такой накал страстей в регистратурах. Наша следующая героиня по-своему решила проблему здравоохранения. Она вообще отказалась от традиционной медицины и занимается самолечением. Я приглашаю в студию Веру Беликову. Здравствуйте, Вера. Присаживайтесь. Вера, вы полностью отказались от медицины. Вы знаете, я давно исключила в своем обиходе такие слова, как боль и болезнь. Я заменила их простыми словами проблема или задача. Мы знаем, что задачи нас научили решать еще в первом классе. И поэтому я разными способами справляюсь со своими проблемами. А зачем вы выбрали вот именно самолечение? Чем вас не устраивала обычная медицина? Я просто поняла, что она может снять симптомы. Но как-то с моей проблемой решить это просто невозможно. Почему? Что вас заставило вообще отказаться от медицины? Ну, как-то все само пошло. Я не отказывалась, я хожу к стоматологу. Ну, потому что никакая нетрадиционная медицина не решит эту проблему. Мне предлагали единственную операцию. Я отказалась и занимаюсь оздоровительными методами другими. Такими, допустим, по воскресеньям, по выходным я спешу искупаться в проруби. Не, это прекрасно, это оздоровление. А вот если вы заболели, то вот, знаете, если сильно, если воспаление легких, то вот искупаться в проруби там совсем не поможет. Ну, можно применить медитативные упражнения, подышать как-то. И что, помогает? Помогает, конечно. Так, а че? А почему же вы, я все-таки добьюсь ответа на этот вопрос, почему же вы не ходите просто к врачу лечить воспаление легких? Например? Я просто занимаюсь профилактикой, я не болею такими болезнями. То есть вы никогда не болели? Ну, это было, может быть, очень-очень давно в детстве. Ольга Викторовна, а еще существует такое мнение, что лучше поехать полечиться в Китае, чем лечиться у нас? Никогда с этим не соглашусь. В каком плане? Вы знаете, мы очень много сегодня работаем по оказанию квотированной медицинской помощи на территории Амурской области и взаимодействуем с нашими российскими крупными клиниками. Это онкологический научный центр, институт имени Борденко, институт имени Герцена. Это российская детская клиническая больница. И хочу сказать, что все-таки наша российская отечественная школа, она накопила гигантский опыт по диагностике, лечению и восстановлению больных с очень тяжелыми заболеваниями. Потом я хочу сказать все-таки и о вопросе экономическом. Скажите, пожалуйста, где нашим гражданам оказывается бесплатная за границей помощь? Да, существуют квотированные виды помощи в зарубежных клиниках, особенно это в детской онкологии практикуется, но это единичные случаи, то есть то, чем не располагает Россия. И в этой ситуации за человека платят государство. Ольга Викторовна, мы говорим бесплатная медицина, но какая же она бесплатная? Весь в конечном счете мы платим из наших же налогов. Это медицина, которую мы просто оплачиваем другим способом. Разве не так? А можно я вам задам вопрос встречный? Скажите, пожалуйста, здравоохранение это достойная составляющая экономической сферы или это все-таки сфера услуг типа парикмахерской? Это, конечно, достойная составляющая экономической сферы, но тем не менее мы же платим за нее из своих налогов. Как мы можем называть ее бесплатной? Знаете, это отрасль хозяйства. Не вливая в нее деньги, мы не можем получить результат. Конечно, иногда можно услышать такой термин, что деньги вложены в социальную сферу, деньги пущены на ветер. Никто с этим никогда не согласится. Нет, конечно, нет, об этом не говорю. Это возвращается здоровьем граждан, их активным трудовым участием в экономике, в социальной сфере. Поэтому я думаю, что здесь нельзя не финансировать. Я все-таки вмешаюсь. Ведь труд госслужащего, труд милиционера, труд педагога, это тоже из налогов оплачивается. Конечно, да, само собой. Но тогда чем мы хуже этих сфер? Я же не говорю о том, что здравоохранение не надо путь. Потом говоришь о том, что значит платно и бесплатно. Педагоги тоже теперь включают платные услуги и в детских дошкольных учреждениях. Я не говорю о том, что плохо вкладывают деньги в здравоохранение. Само собой нет. Я говорю о том, чтобы не говорить о том, что это бесплатная медицина. И вот так сказать, что имеем, зато имеем бесплатно. Ведь мы имеем в это не бесплатно. У нас бесплатная медицина и бесплатное образование. Это все у нас финансируется, естественно, государством. И за все это мы платим, как порядочные налогоплательщики, налоги. Ну в том-то и дело, что в государстве же мы платим налоги. Конечно. И мы врачи платим налоги. Потом мы это все потребляем в виде услуг. Но стоит пойти в зал, чтобы узнать мнение наших гостей. Представьте, пожалуйста. Меня зовут Руслана. Сразу могу сказать, возраст 20 лет. Просто у меня вопрос такой, Ольга Викторовна. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, наши больницы муниципальные, да, оборудованы высокотехнологичным оборудованием. Пожалуйста, приходите. А как насчет санитарных условий? Ну, то есть, к примеру, женская консультация, номер один. Туда приходишь, например, ну я проверяюсь каждые полгода, просто как нормальная женщина, да, как нормальный человек. И видишь такие условия, что бегают тараканы, как бы, да, в туалет вообще невозможно зайти. Скажите, это когда будет исправлено? Я хочу сказать, что зная заключение по каждому лечебно-профилактическому учреждению Роспотребнадзора, это та структура, которая как раз говорит о санитарно-гигиенических требованиях. Я ни разу не видела вот того, чтобы эти лечебно-профилактические учреждения в чем-то нарушали санэпид-режим. Более того, я вам хочу сказать, в наших амурских больницах, ну, есть такое понятие, внутрибольничная инфекция. Практически этого явления нет. Согласна, что сегодня нужно изменить и мебель, изменить и систему вентиляции в любом лечебно-профилактическом учреждении. Ну, вы говорите, что Роспотребнадзор не нашел таких нарушений, а вот Руслана говорит, что они есть. Это значит, что Роспотребнадзор их нет. Моя Викторовна говорит, как законотворец. Позвольте мне сказать, как практику. Знаем мы об этом и все работаем. Но я хочу сказать вам о чем. Как укомплектованность наших поликлиник младшим медперсоналом, который идет к нам работать за 4-6 тысяч рублей в месяц. И тем не менее, эти люди работают, эти люди помогают нам содержать наши поликлиники на должном уровне. Действительно, нас проверяют ежемесячно, помогают медсестры-санитаркам, проводятся все необходимые мероприятия санитарно-гигиенические. Мы все стараемся делать так, как нам предписывает закон о санитарном благополучии наших медицинских учреждений. Если где-то что-то пациенты увидели не так, мы всегда принимаем это к сведению и всегда благодарны за то, что нам кто-то что-то подсказал. Акопия Норман, я бы хотел не задать вопрос, а выразить благодарность доктору Лысенко. Небольшая предыстория. У меня мама очень болела. И когда она частенько видит доктора Лысенко по телевизору, она часто восхищается ей. Я бы хотел вам выразить большую благодарность. Дай Бог вам здоровья, вы находитесь на правильном пути. Спасибо. Спасибо. У нас есть еще один вопрос. Добрый день, Евгений. Вопрос, наверное, ко всем. На самом деле все равно. Кому мы платим деньги? Мы платим деньги в частную клинику, платим деньги в государственную клинику. И там, и там в принципе мы платим деньги. Мы платим налоги, нам оказывают платную услугу. Только здесь мы платим деньги со своего кошелька, в государственную мы платим со своих налогов. И у меня вопрос следующий. Может быть справедливо монетизировать полностью государственные услуги, которые сейчас оказываются сложной системой финансирования, либо выстроить систему, когда конкретно человек, который пришел получать медицинскую услугу, будет подписывать акт выполнения, качественного выполнения этой услуги, и врач, который предоставляет эту услугу на приеме врача, будет непосредственно заинтересован в том, подпишет ли ему клиент, подпишу ли ему я услугу эту для оплаты, либо не подпишу, либо ему будут, как в нормальном менеджменте, бизнесе, услуга оказана, штраф, либо бонус. Вот на простых началах. Не нужно изобретать велосипед. Когда вы приходите к нам в муниципальное здравоохранение, у вас на руках полис. Это уже договор о том, что вы заключили со страховой компанией, которая отслеживает вашу услугу на то, что мы предоставляем вам свои медицинские... Мне не нужны, секунду, мне не нужны сложные системы. Я задал простой вопрос. Могу ли я, могу ли я создать такие условия, что если мне не оказана качественная услуга, медицинский персонал получит либо штраф, либо бонус. Так я же вам говорю, что вы пришли с полисом, за полисом стоит дальмедстрах. Мне не надо про дальмедстрах говорить, я говорю конкретную, простую вещь. Он же является вашим гарантом. Он приходит и... Мне не нужно сейчас дальмедстрах. Он экспертирует вашу услугу. Нас каждый раз в полгода приходит эксперт дальмедстрах, проверяет услуги. Еще раз, мне не нужно третье лицо. Мне нужно отношение пациента и медика. И я хочу заключать договор качественного предоставления услуг. А кто будет экспертом, что медик выполнил все правильно? Все будет в бумажке написано. В бумажке вот он ушел от врача и написал плохо. И врач не получил зарплату. И мне написал хорошо, и врач получил бонус. А кто будет экспертировать? А кто будет экспертировать? А кто будет врачам постоянно? Как раз видим то, о чем вы пытаетесь сказать. Вот в частной клинике вы не можете сами... Я хорошо понимаю ваш интеллектуальный потенциал. Вы посмотрели, сказали, да, мне по стандарту все выполнено. А я как специалист посмотрела и сказала, вам не все выполнено, являясь федеральным экспертом. Поэтому давайте каждый будет заниматься своим делом. И не нужно пациентов втягивать в эти сложные взаимоотношения. Пусть человек приходит и получает доступную, качественную медицинскую услугу. А экспертиза, да, скажет свое слово. И нас штрафует Дальмедстрах, и снимает посещение с врачей, и, так сказать, и возвращаем средства, затраченные на какие-то услуги. Это когда? Когда пациент жалуется в Дальмедстрах? А он кому должен обратиться? Он обращается к своему гаранту, который экспертирует все наши медицинские услуги, которые мы выполняем. Понимаете, пациенту сложно ответить, а вдруг меня правда обидели. А эксперт ему уже официально говорит, нет, вам выполнено все. Вам с вами выполнены все условия стандартного оказания медицинской услуги. И он говорит, да, вас неправильно с вас взяли эти средства. Главному врачу резолюция вернуть затраченные средства пациенту. То есть у нас эта работа идет. Сколько таких случаев? Ну это надо приводить по каждому лечебно-профилактическому учреждению. И в конце я скажу по третьей больнице, не скажу по нашей поликлинике. За прошлый год мы в 20 случаях вернули. В 20 случаях. Но это были дорогостоящие услуги. Я думаю, что несмотря на все плюсы и минусы нашей бесплатной медицины, мы должны поклониться людям в халатах, потому что они часами работают, проводят операции по нескольку даже в день. Часто не спят, не доедают. И получается так, что все-таки надо сказать спасибо этим людям. У нас в гостях Андрей Чечерс. Смотрите, весь зал говорит спасибо вам, несмотря на все трудности. Андрей Чечерс расскажет нам свою историю, почему он благодарен врачам и врачам в бесплатной медицине. Так получилось просто в моей жизни, что неожиданно страшный недуг сломил меня. Это была невризма, ну как потом оказалось. То есть практически кровоизвление в головной мозг. И вот только благодаря тому, что в свое время, в те времена, это 8 лет назад было, тогда как раз я слышал про томограф, да, он всего один, по-моему, был в области. И вот благодаря тому, что на консультацию приехал врач с областной больницы, нейрохирург Хасаншин Эдуард Миланович, он сразу в свое время увидел, видимо, по каким-то своим знаниям, понял, что надо на томографию меня отвезти. И вовремя диагностировали именно то, что у меня аневризма. И операция длилась 6 часов. Факт из того, что я буду нормальным человеком или там вообще выживу, тоже никак не было. Благодаря ему, как бы я остался жить, остался полноценным человеком. Три года назад у меня родился ребенок, еще один. Вот. Пацан вообще хороший. И я... Нам действительно рассказали, что на этой операции, если бы что-то пошло не так, малейшая неточность, малейшая ошибка, исход мог быть самым печальным. Предупредили родителей, жену предупредили, что не факт, что все будет нормально. На самом деле я после операции еще некоторое время дурковал. Андрей, ну вот вы послушали наши разговоры о платной и бесплатной медицине. Что вы думаете все-таки по этому поводу? Я думаю, что, наверное, должно иметь место и платное, и бесплатное. Ну, какой-то определенный какой-то такой... Вот, допустим, оказание услуг диагностики, там, если у центра нету, у больницы, там, или у поликлиники таких возможностей, вот как я пришел, мне говорят, ну вот врач будет только через месяц, а мне надо вот сейчас получить анализ в поликлинике. И мне говорят, ну надо, значит, вам куда-то в платную сходить. Поэтому я пошел в платную, и уже на следующий день опять пришел к своему врачу, и она мне уже назначила лечение правильное. А если бы я ждал месяц, я не знаю, что в этом со мной было. Я вот знаю многих людей у меня, врачей, которые, ну я не знаю по каким понятиям, но все равно остаются в государственном, потому что, ну, видимо, долг Гиппократа еще никто не отменял. Я знаю немножко другой случай, что когда становится уж совсем тяжко и плохо, то идут, наверное, все-таки в бесплатную медицину, там, где могут оказать действительно квалифицированную и действительно мощную помощь. Там, где останутся до конца с пациентом. И где потом реабилитируют еще. Да, там, где останутся до конца. Ни в одной частной клинике врач не ведет пациента от и до. Все, в конце концов, вернется участковому врачу, лечащему врачу, который до конца будет бороться за своего пациента. На этих хороших словах я возвращаюсь на сцену. Ну все-таки... Давайте мы все-таки подытожим, потому что вот в России действительно государство вкладывает в медицину очень много денег. У нас по страховому полису можно, не по страховому полису, а за счет бюджета города, бюджета области, можно получить не только там обычный прием терапевта, но и можно получить 35 видов высокотехнологичных операций. И у нас действительно очень много государства для этого делает. Но почему все-таки, мы так и не пришли к ответу, почему у нас имеют место быть хамство в поликлиниках, почему имеют место быть такие ситуации, вот как с нашей первой героиней, почему все-таки государственная клиника сегодня воспринимается как что-то, ну вот лучше может быть предпочесть платное. Вы знаете, я бы не согласилась с этим, потому что, зная своих коллег, зная не понаслышке работу лечебно-профилактических учреждений областного, муниципального уровня, я хочу сказать, что это люди в основном достойные, грамотные, исполняющие свой долг. Можно я еще добавлю буквально одну минуту, что дело даже вот из меня такую жертву сделали, я знаю много прекрасных врачей и бесплатной медицины, меня спасали тоже несколько, ну как бы неоднократно хорошие врачи. Дело именно во враче, вот и человек должен выбирать не или частный, или бесплатный, а искать своего врача. Вот я нашла своего врача, я за ним иду во второй, уже он идет там по частным центрам, допустим, если она уйдет работать, я не знаю, в Тамбовку, в районную больницу, я буду ездить туда к ней в Тамбовку. Потому что я нашла своего врача, который зарекомендовал уже многолетним опытом работы со мной, и также, я думаю, многие люди уже начинают поступать, ищут врача именно по рекомендациям. Кстати, по нынешнему новому закону по страховому полису нового образца, можно выбрать себе любого врача, любую поликлинику. Ну хорошо, что этот диалог уже налаживается у нас между врачами и пациентами, и в принципе, я смотрю, что тренд достаточно оптимистичный. Будем надеяться на это. Качество здравоохранения определяется не только объемами вложенных в него денег, но и простым человеческим отношением друг к другу между врачами и пациентами. И в этом смысле и нам, пациентам, и врачам еще и есть к чему стремиться, и нам надо вместе найти лекарства от этого. Это была программа «Вам слово». Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова